И я с удовольствием скажу с трибуны Верховной Рады, подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе. Нет, нет, точно нет, 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 не получится. Привет, вчера я сделал ролик, как вы знаете, где показал, как Алексей Гончаренко выдает чужие объекты за свои, пиарится за счет других депутатов, которые что-то сделали, там, детскую площадку или, скажем, дороги. Так вот, сегодня мне скидывают в личку, как Алексей Гончаренко экстренно уехал в ту область, где его избрали, и начал имитировать бурную деятельность и доказывать, что никто иной, как он, строил эти дороги и строил эти кинотеатры. Внезапно Леха после моего ролика на следующее утро поехал в Балту, и вот что он пишет. Сегодня на своем округе в Балтии и Подольске заехал посмотреть, как работает новый построенный нами, подчеркиваю, нами кинотеатр. Очень горжусь тем, что мы смогли найти деньги на этот объект. Чтобы вы понимали, это первый кинотеатр, запущенный в работу на всем, на всем севере Одесской области и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Леха, какой построенный тобой кинотеатр, скажи мне? Ведь весь город знает, что этот кинотеатр не ты вообще строил. Мы построили в Балтии кинотеатр. И снова доведется повернуть нардепа в реальность. Чтобы нагадать, что реконструкция балского кинотеатра была запланована облрадой задовго до появи Гончаренко на нашем округе. И стала возможной за рахунок денег Державного фонда регионального развития и бюджета области. Но ведь этого мало для оправдания. И Леша решил пиариться идти еще дальше. И он опустился уже до самого дна, потому что начал пиариться уже просто на детях. Всем привет! Мы в кинотеатре в Балтии. Рядом со мной Маша и Настя. Леха где-то поймал двух девочек в Балтии и загнал их в пустующий кинотеатр. Но даже там, даже в таких условиях, у него получилось попиариться через одно место. Класс! А какой мультик вы пришли смотреть? Там на билете написано. Леха, они такое удивление делают, потому что они не пришли мультик смотреть. Ты их загнал туда за 50 гривен или шоколадку. Леха, ну как-то лучше нужно к пиарю готовиться. Дети, которых ты загнал в кинотеатр, даже не знают, на какой мультик они пришли. Ты бы их перед тем, как камеру запускать, ты бы их подучил немножко. Но теперь посмотрите, как он дороги делает. И как я и обещал, в этом году ремонтные работы начинаются. Они, конечно, не закончатся в этом году. Тут колоссальный объем работ впереди. Но в этом году, как я и обещал, ремонт дороги Подольск-Балта начался. Конечно, Леша, мы тебе верим. Даже не сомневайся, что это именно дорога, которую ты именно строишь. И, ну, безусловно, это совпадение, когда на следующий день ты выезжаешь в Подольск, строишь там дорогу, после того, как тебя разоблачили, что ты все время чужие дороги выдавал за свои. Нагадаемо нардепу, что идея строительства дороги Балта-Кодема належит экс-губернатору области Степанову и побудована за кошти от переконания статей надходжений Одесской митнице. Каким боком тут Гончаренко? Леха, ну, такой низкопробный пиар, ну, просто даже противно, честно говоря, смотреть. Ну, за кого ты людей вообще держишь? Ты думаешь, люди не понимают, что ты делаешь или что? Твои вот эти штучки примитивные абсолютно. Но я тебе обещаю, что вот эту дорогу я в июне поеду и проверю, как ее сделать. Я уверен, что там ничего сделано не будет. А вот эта дорога, которая показывает, что ее начали строить, я уверен, что это какая-то левая дорога и к тебе никакого отношения, как всегда, не имеет. Пока, Леша. Пока! Ну, в Одессе его считают, извините за выражение, выскочкой, вот, и непорядочной. Это, по-моему, субъективному мнению. Понимаете, и то он за регионов, за партию регионов, он бегал там, кричал, лозунги всевозможные за него. Теперь он в блоке Петра Порошенко. Ну, я вообще не могу относиться нормально к людям, которые предают идею, предают каких-то свою партию.